достижениями национального корпуса, какой у нас новый подкорпус появился, какая новая разметка появилась, какое там прекрасное пополнение. А в этом году долго думала, чтобы такое представить, и не придумала, потому что, как вы, наверное, заметили, те, кто заходит на сайт, он уже давно не пополнялся, в течение двух лет, по крайней мере. Именно потому, что происходит сложный процесс перехода на новые технологии. И работают программисты, работы мы пока не видим, но вот уже в этом году все близко к завершению, и тогда уже получим дальнейший стимул для развития корпуса. А пока надо сказать спасибо, что хотя бы старая версия, та версия, к которой все привыкли, существует. И поэтому я решила сделать доклад, пока есть перерыв в создании, в пополнении корпуса, решила проверить, на материале корпуса провести небольшое исследование, чтобы проверить, насколько того, что в нем уже есть, достаточно для того, чтобы выполнять диагронические исследования. Дело в том, что такого рода работа у нас ведется, потому что дополнение, что ли, к нашему проекту, это отдельный проект, так называемая русская грамматика, корпусная русская грамматика. Все выводы в ней делаются на основе исследования, корпусного исследования на материале национального корпуса. Кроме того, проводятся и лексико-семантические исследования, которые тоже подтверждают, что материалов корпуса достаточно для того, чтобы именно доверять получающимся результатам. Ну вот я просто... Вроде бы аргументы, чтобы это принять на веру, существуют, потому что в корпусе представлены самые разные тексты разных речевых сфер и разных исторических эпох. Начиная от древнерусского периода и до 21 века. Вот объемы, мне кажется, вполне достаточны для того, чтобы какие-то результаты, какие-то там, каких-то зон русского языка, в общем-то, получать достаточно достоверные. Общий объем корпуса почти 300 миллионов, представлены тексты второй половины, то есть корпус современной прессы тоже представляет современные тексты, региональный газетный корпус 14 миллионов. И что касается предшествующих текстов предшествующих периодов, в основном корпусе письменных текстов уже 130 миллионов словопотреблений, это 18 и первая половина 20 века. Кроме того, корпус, модуль исторических корпусов, он не такой большой, но зато древний. Начиная с древнерусского периода, довольно большой корпус памятников среднерусского периода, то есть можно проследить историю, например, какого-то слова или лучеграмматической формы от древнейших времен, от 11-12 века до наших дней. Что касается, вот несколько примеров вот этих микродиохронических исследований, потому что на, так сказать, расстоянии 300 лет с 18 века, читайте не диохронические, а микродиохронические, довольно популярные, довольно популярные работы. Вот два века в 20 словах. Это лексико-семантические исследования Добрушина и Михаила Ганиэль. Вот Екатерина Владимировна Рахилина. У нее большая группа студентов, которыми она руководит, и они исследуют язык 19 века на очень таком тонком семантическом уровне, на уровне тех оттенков и бедренных плавных переходов, которые протекают, так сказать, в развитии семантики слов. И вот Елена Викторовна Павловича из наблюдений над языком Льва Толстого к вопросу о малых диохронических двигах. И вот еще хочу просто представить эти материалы корпусной грамматики русского языка. Уже три тома, четвертый уже практически готов обсуждался, в которых тоже в описании каждого грамматического явления присутствует вот именно диохронический момент на материале корпуса, полученная картина развития того или иного значения или категории. Что касается, помимо вот диохронического такого, диохронической перспективы, присутствуют еще и разнообразные речевые сферы. Потому что, если говорить о корпусе, основном корпусе текстов, то получается, что мы будем исследовать динамику норм, прежде всего, норм литературного языка, потому что присутствуют в корпусе именно литературные тексты. Однако, помимо основного корпуса, есть еще и небольшие корпуса, малые или специализированные мы их называем. Это, например, корпуса устной речи, в которых, в общем-то, не так все кодифицировано, вернее, по-другому все кодифицировано, в которых норму претерпевает, друг, как это, ну, своя собственная норма присутствует, или текстно-электронные коммуникации, в которых тоже есть такие отклонения, представленные от стандарта. И, с другой стороны, поэтический корпус довольно большой, 10 миллионов, в который тоже представлен особой формой языка, литературного, поэтического, там тоже могут быть какие-то специфические особенности. Можно говорить поэтому, что мы изучаем вариативность не только в диохронии, но и на синхронном уровне, так называемое функционально-стилистическое варьирование языка. Вот я про малые корпуса говорила. И что касается инструментов анализа, конечно, компьютерных лингвистов не удивишь тем инструментариям, которые предоставляет корпус, но для исследования форм, каких-то конкретных конструкций и так далее, инструментов вполне достаточно, потому что, во-первых, корпус позволяет отобрать пользовательский подкорпус и, например, по дате создания, по функциональной сфере, по типу текста, по автору, и изучать уже именно этот подкорпус. И смотреть, как происходит там, в каком виде представлены изучаемые формы в этом подкорпусе. Во-вторых, можно строить различные поисковые запросы по лексиями, по грамматической форме, конструкции по нескольким сочетаниям слов. Поэтому получается, что мы можем изучать и формы грамматические, и лексико-семантический анализ проводить, и изучать синтаксические какие-то особенности, синтаксические конструкции. И, кроме того, в корпус позволяет, предоставляет разные способы выдачи результатов. И анализы, естественно, уже на самом сайте даже. Во-первых, это сортировка результатов или упорядочивание их по автору, по дате создания, по правому или левому контексту. Очень удобно для обработки. Во-вторых, два формата. Квик-формат и обычный формат. В результате квик-формата вы сразу на экране видите состав, количество, формы и так далее. Кроме того, если вы сохраните ваши результаты в таблице Excel, то вы получаете базу данных, которые затем вы можете дополнительными категориями пополнять, размечать и уже исследовать у себя на компьютере сохраненные результаты. И, кроме того, в корпусе присутствует первичная статистическая обработка результатов, которые в функционале графики представлены, когда мы можем, вот частоты полученные, полученные результаты у вас представлены в виде частотных списков, и эти частотные списки каким-то образом на графике будут изображены, и вы можете проследить какие-то тенденции сразу же. И вот, что касается этого инструментария, я сегодня в этом докладе своем представлю на конкретном примере конкретной конструкции, как корпусные методы позволяют, и особенности корпуса, и его состав, позволяют проследить какие-то микроизменения в определенной синтаксической конструкции, и проверить полученные результаты на сопоставить всех с нормативными подвисаниями. Выбрала я конструкцию согласования подлежащего исказуемого. Почему? Ну, потому что это одна из такой вот позиций, которая, одна из тем, которая представлена во всех нормативных справочниках. Как правильно сказать? 10 человек пришло или пришли? Большинство, там, множество студентов сдало экзамен или сдали экзамен. Старик со старухой жил у моря или жил у моря? Кроме того, там, масса, это все, все это тема называется согласование, координация или координация подлежащего исказуемого. Там очень много вариантов, зависит от того, чем выражено подлежащий и чем выражено сказуемо. Сложность состоит в том, почему возникают варианты, что возможность согласования русский язык позволяет согласовать по форме и по смыслу. По форме, значит, будет единственное число, а по смыслу будет согласование во множественном числе, если речь идет о множестве каких-то предметов. Выбрала я не одну из этих конструкций, а конструкцию с подлежащим выраженным местоимением. Местоимение кто и его производные. Кто-нибудь, кто-то и так далее. Все правила во всех справочниках стилистических и грамматических нормативных призывают согласовывать по форме единственного числа. Кто-нибудь знал об этом? Скажите, кто пришел на концерт? И так далее. Без вариантов. Все грамматические справочники. Однако, варианты есть. В зависимости от того, в какой позиции, в каком месте по отношению к подлежащиму предшествует или нет, в какой конструкции встречается это подлежащее, в самостоятельном предложении или в предаточном предложении. Подробно этот вопрос рассматривается вот в работе Охапкиной. Обратите внимание, новая работа 2016 года, тоже, кстати, выполнена на материале Национального корпуса русского языка. Там рассматриваются самые разные варианты, вернее, варианты соотношения подлежащего, выраженного местоимением, кто его производили, и сказываемого в самых разных конструкциях. Я в докладе, конечно, не буду вам про это рассказывать, потому что это заняло бы очень много времени. Остановлюсь только на одной конструкции. Тогда подлежащее кто, это часть сложного подчиненного предложения. В относительно предаточном. Тоже довольно распространенный случай. И вот в таблице, в схематической форме представлена схема предложений. Как мы видим, проблема возникает только в одном случае. Если вот это вот главное предложение, а это предаточное предложение, это союзное слово «кто». Возникает проблема только в том случае, если в главном предложении вершиной этого предложения является местоимение во множественном числе. Если оно в единственном числе, проблемой нет. Согласование по единственному числу. Пусть ответит тот, кто знает ответ на этот вопрос. Если у нас союзное слово «никто, о которой», тоже проблемой нет. Пусть ответят те, которые не знают. Вообще никаких сомнений. А вот только в том случае, если местоимение во множественном числе, те или все, то тогда возникает проблема. С чем согласовывать глагол? Если вам множественным числом, тогда будет множественное. Пусть ответят те, кто знают. А если мы согласовываем кто с кто, пусть ответят те, кто знает. По общему правилу. Потому что кто только в единственном числе. Значит, если с которыми согласуются с своим подлежащим кто, то тогда форма единственного числа. А если согласуются с предшествующим местоимением, то тогда форма множественного числа. Вот как же распределяются эти варианты? Если мы посмотрим справочники, то там однозначно единственное число. Если мы посмотрим тексты, то мы увидим колебания. И то, и другое. Вопрос. Если предпочитается согласование по форме, то будет единственное. Если по смыслу, то множественное. Вот что предпочитает язык, если в этом процессе изменения? Есть работа, еще привожу ее. Да, кстати, проблема не только русского языка. Такая же проблема возникает в славянских языках. Вот я тут привожу, больше всего похоже на русский, белорусский язык. Но обратите внимание, что по-разному решается вопрос. Я вам нынешний рассказывал, а те, кто стоял вокруг Яго, ручно смеялись. Это Иван Чегринов. Белорусский текст в переводе на русский. Смотрите, а те, кто стоял. Тут согласование по форме получается. А в переводчик русского, те, кто стояли. Перевод по смыслу осуществляет. Случайно или не случайно? Я думаю, что это потому, что в диалекте переводчика именно так. Он переводит по смыслу. Предпочитает такую форму. Проблема та же самая. Но самое интересное, что не только в славянских языках. Вот английский, пожалуйста. У вас. British airways go with those who know. Those who know – множественное и единственное число глаголов. Really good material even for those who know. А здесь согласование получается по форме. Потому что «doos» – множественное число вершины и единственное число глаголсказуемого. То есть, это проблема не только русского языка. И вот как же она решается? Честно говоря, когда я отслеживала… Да, вот еще одну работу привожу, где эта проблема именно в этой конструкции предаточного предложения тоже рассматривается во всех подробностях. И, кстати, на материале русского языка. Корпуса русского языка. Причем автор использовал только корпус со снятой амонемией. Сами понимаете, очень много. И с неснятой амонемией надо все вручную просматривать. А в данном случае рассматривался корпус со снятой амонемией. И причем автор брал вот какие-то все сплошняком, там какие-то сотни, по сотне предложений и рассматривал какая-то там тенденция. И устанавливали какие-то статистические зависимости, выборы формы числа в продикативном слове от формы числа и падежа вершины относительного предложения и позиции предаточного. Там вот такие. Если оно предшествует или не предшествует, и смысл этого предаточного тоже влияли. Но все-таки в этом исследовании не хватает того, что я решила на ваш суд предоставить. Потому что если какая-то динамика, всегда ли было такое соотношение, если по моим наблюдениям увеличилось количество форм согласования по смыслу. Мне кажется, что больше вот этих нарушений того самого правила, что сказуемо должно стоять в форме единственного числа. Такая моя интуиция. Решила ее проверить на материале всего корпуса. Каким образом? Для этого был задан запрос местоимения во множественном числе, кто в единственном числе, и глагол в индикативе, за исключением есть, потому что здесь могут быть кто есть, так далее, неважно. В индикативе единственное или множественное число. Вот эта конструкция вырослеживалась на корпусах. На четырех корпусах. Это 18 века, 19 века, первая половина 20 века, вторая половина 20 века и 21 века. Ну, это довольно солидные, так сказать, данные объемы корпусов. После того, как были получены количественные результаты, была посчитана относительно чистота, и картинка получилась вот такая. Значит, синее это количество местоимений, количество согласований, форм согласований по форме, кто пришел, а красное, кто пришли. Как видите, интуиция меня обманула. Ощущение того, что много, резко выросло количество согласований по форме, не оправдалось в пятнописьменных текстах. Все как было, так и осталось. Другое дело, что, конечно, выросло количество. Обратите внимание, здесь частота 1, а здесь 3,5. В 3,5 раза выросло количество форм согласований по смыслу. Но зато посмотрите, какой рост огромный у тех самых нормативных случаев, когда мы согласуем по форме. И главное, что в целом частотность этой конструкции увеличилась на протяжении веков. Другое дело, что с разной скоростью идет увеличение. И главная интрига, для меня, честно говоря, в этом все, была вот эта. Почему вот сейчас, начиная, так скажем, со второй половины 20 века происходит такой резкий рост конструкции вот с этим кто? Кто пришел к предаточному? И во-вторых, зависит ли выбор вариантов от каких-то стилистических факторов? Мы видим, как это происходит во времени, а теперь зависит ли от стилистических факторов. Ну, ответ на первый вопрос мне, кстати, дал вот этот параллельный корпус. Потому что, вот скажем, белорусском, получается, что в белорусском и русском соответствует то же самое кто? А если брать русский и болгарский, то переводчик переводит кто русское болгарским который? Болгарским кый. Или, например, кто русское в другом языке славянском, чешском, по-моему, переводится кторый. И тут я вспомнила, что и в русском языке, вдруг пришла идея, что и в русском языке там уже есть три формы того же самого. Ну, по крайней мере, три формы передачи построения относительного предаточного. Смотрим. Фанвизин. Базин сия служит норовоучением для тех, которые воображают, что все служено для них. Базин сия надлежит до тех, кои знают все, кроме себя самих. И базин доказывает, сколько безрассудно смеяться над тем, кто имеет неверную жену. Вот 18 век, совершенно равноправные формы у одного и того же автора. фанвизина. Ну, тогда следующая задача это проверить, как ведут себя во временной динамике конструкции вот с этими тремя местоименными словами, союзными словами. И точно так же методика была построить, посмотреть по корпусу, по тем же самым корпусам, и выстроилась вот такая картинка. Обратите внимание, кто это синяя, вот она происходит, рост, которые, зеленая, снижаются, а кои красные вообще сходят на нет. И в результате вот эта вот добавка, вот этот резкий рост объясняется тем, что падает употребительность одного вообще до нуля, другого резко снижается который, а за счет этого кто растет. Именно этот механизм, кстати, во всех других исследованиях именно этот механизм смены одного, одной конструкции на другую, смены одного варианта на другой, вот эта конкуренция вариантов происходит именно так. В какой-то точке вдруг происходит вот какое-то одинаковое, у них одинаковый вариант выбора того и другого, потом по каким-то причинам, по-разному, один вариант сходит на нет, либо совсем умирает, либо же снижает свою частотность постепенно, а другой вариант зато получает вот эту энергию и забирает себе, так сказать, все остальные контексты, замещает собой и все остальное. И теперь зависит ли выбор вариантов от каких-то стилистических факторов. У меня уже время помоет, да? Еще есть, да? Или уже нет? А, уже? Ну, хорошо. Тогда у меня эти безминуты. Потому что вопросы, я вот их сейчас предвосхищу. Стилистический фактор. По особой по стилистике отмечается, что координация по форме выбора глагола предпочтительна в книжных стилях, а в разговорном стиле в наше время, вот я цитирую голубь, в наше время закрепляется координация по смыслу, которую заимствуют, затем воспринимают писатели и журналисты. Значит, в газетном и, так сказать, в художественном тексте получается, что тоже растет форма согласования по смыслу. Ну, не поверили, проверили. У нас есть разные корпуса, у нас есть публицистика, это газетный корпус, прежде всего, большой поэзии, поэтический корпус, корпус наивной поэзии в составе патологического и устная речь. В результате получилась вот такая картина. Обратите внимание, в устной речи еще более-менее так, как написано, действительно, действительно, выше доля согласований по смыслу. Вот это красное кто, а синие это кто, единственное число, а красное это множественное число. Действительно, доля красного, то есть согласование по смыслу в устных текстах выше, чем во всех остальных. Действительно, то есть рекомендации стилистические, они отчасти правы, действительно, в устной речи. Но, заимствуют ли это писатели и журналисты? Нет, не заимствуют. Вот смотрите, газетный корпус нечто, ну, маленькая конференция согласований, в региональном то же самое, очень небольшой, там, смотрите, соотношение между этим и этим вообще огромное, потому что по другим категориям то же самое, региональный корпус газетный как будто более тщательно следует норме и меньше допускает отклонений от стандарта. Ну, а что касается поэтического и стихи для меня особенно приятный был вывод, что они ведут себя совершенно одинаково. Поэтический корпус это классическая поэзия, а стихи Ру, сами знаете, что, это поэзия непрофессиональных авторов, ну, в основном непрофессиональных авторов, которые мы используем в бакцентологическом корпусе ради того, чтобы получать большой объем слов с ударениями. В результате получается, что по данному грамматическому признаку корпусах до себя совершенно одинаково, что означает, что мы региональному корпусу можем доверять. Там с лингвистикой все в порядке. До лингвистических целей вполне этот корпус может использоваться и давать достоверные результаты. Ну, а что касается вот этого соотношения, посмотрите, почему оно меньше, чем все остальное, вообще вот этих форм. Ну, потому что форма те, кто там что-то такое со сносительным процессором, наверное, не характерны для поэтической речи. Вообще, эта конструкция там менее частотна, конечно, намного менее частотна, чем фразаическая речь. Ну, все, пожалуй, что я успела сделать выводы. В целом, данные разных корпусов свидетельствуют о том, что действие стилистического фактора действительно проявляется в распределении вариантов, и это влияние может стать предметом специального исследования.